Алексей Осипов – красивейший актер, который восхищал своей игрой в любом сериале или в фильме. Первый виток славы его настиг, когда он снялся в картине «Бандитский Петербург». Роль досталась не главная. Он сыграл телохранителя антибиотика, но зрителю запомнился, да и режиссеры увидели талант, который должен найти свое место в кинематографе. А было ему тогда 28 лет. К сожалению, играть Алексею довелось лишь 10 лет. Зато сколько запоминающихся ролей он оставил. Смотришь фильмы с его участием и не верится, что актера уже с нами нет. В 2013 году он просто исчез, уйдя на прогулку со своей девушкой. Он лишь отправил ей смс, которая не прояснила ситуацию, а поставила всех на уши. Остались вопросы, но не стало того, кто мог бы любить и творить. Жить и радоваться. Будущий актер родился в городе Санкт-Петербурге в 1975 году. С детства он был послушным, добрым и веселым мальчиком. Для родителей, которые были учеными, его выбор профессии стал, конечно, неожиданностью. Но пошел он в театральное не после школы. Сначала, как и положено в семье ученых, он поступил на биолога почвенный факультет. Но вскоре осознал, что его место не здесь. Парень бросил учебу и стал себя искать. Ему довелось тогда поработать и моделью, и грузчиком, и таксистом. Однажды, пройдя кастинг, он получил роль в картине «Гладиатрикс», который снимал режиссер Тимур Бекмамбетов. Вот тогда он окончательно понял, что хочет и должен заниматься кино. В 27 лет он поступил в театральную академию и продолжил сниматься. У Алексея Осипова было немало главных ролей. Зрители наверняка помнят его по таким проектам, как «Примета на счастье», «Товарищи полицейские», «Бедная Настя», «Морские дьяволы» и «Всегда говори всегда». Многие завидовали Алексею, ведь настолько удачно складывалась его карьера. Да, впрочем, и в личной жизни у него было все нормально. К 37 годам он, правда, не создал семью и не обзавелся детишками. Но любимая девушка у него тем не менее была. Именно с ней он и отправился на ту последнюю в своей жизни прогулку. 13 февраля 2013 года они просто решили прогуляться. Погода была не самая благоприятная, поэтому спутница быстро замерзла. Он предложил ей вернуться в машину, чтобы согреться. Не подозревая надвигающейся беды, она выполнила его просьбу, а потом получила странную смс. В ней было написано «Не жди меня, если хочешь, то продавай здесь все и уезжай в Финляндию». Она не поняла смысла сообщения и стала ему звонить. Но телефон уже не отвечал. Девушка поехала в город одна. Она надеялась, что Алексей тоже вернется. Ждали его и родственники, и друзья, и коллеги. А затем начались поиски. Но они, к сожалению, оказались безрезультатными. Прошло полгода, и только в июле некий мужчина увидел нечто подозрительное в заливе вблизи города Ломоносов. Он сообщил об этом в полицию. А после проведенных экспертиз было установлено, что это именно любимый многими актер, который исчез 13 февраля. За пять дней до своего дня рождения. Прах актера Алексея Осипова после кремации был захоронен по желанию родственников на Серафимовском кладбище в городе Санкт-Петербурге. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу всей этой истории. Субтитры сделал DimaTorzok